Коллеги, всем доброе утро. Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем наш обучающий вебинар. И для начала я хочу у вас уточнить, все ли у нас с вами хорошо со связью, насколько вы хорошо нас слышите и видите. Пожалуйста, посигнальте. Да, вижу уже первые блюсики. Все, спасибо вам огромное. Замечательно. Мы можем с вами продолжать наш сегодняшний день. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы принимаете участие в этом обучающем курсе. Я очень надеюсь, что ту информацию, которую вы узнали от моих коллег в предыдущие три дня, она была для вас полезной, интересной. Какие-то знания вы обновили, что-то узнали новое. И сегодня наша с вами встреча посвящена двум островам. Островам Индийского океана – это Сейшельским островам и острову Маврикий. Так, сейчас мы попробуем переключиться. Ну, я напоминаю, что наш обучающий курс уже подходит к своему такому завершению. Но завтра у нас с вами еще состоится одна встреча, которая будет посвящена Танзании, где мы вам расскажем о тех особенностях и условиях, которые действуют на текущий момент в этой стране. Вот, а сегодня продолжим с вами разговор о Маврикии и Сейшелах. Нам помогут в этой встрече наши коллеги. И вы будете в курсе того, как сейчас живут эти острова, в каких условиях, как они работают, как они принимают туристов. Так, сейчас, секунду. У меня небольшая сложность с переключением. Не идет. Немножечко у нас. Я хочу представиться. Меня зовут Елена Фирсова. Я занимаюсь продажей направлений туров на Сейшелы, Маврикии и Мадагаскар, страны Южной Африки и Восточной Африки. И в продолжении нашей сегодняшней с вами встречи мне поможет Ольга Демина. Она является представителем офису по туризму Сейшельских островов здесь у нас в России и странах СНГ. Оля хорошо знает и любит это направление. И я думаю, что вот все последние новости о том, как сейчас организована работа на Сейшелах, мы с вами узнаем от Оли. Оленька, ждем, когда Оля к нам сможет присоединиться. Оля, доброе утро. Доброе утро. Дорогие коллеги, всем доброе утро. Меня зовут Демина Ольга. Как сказала Лена, я являюсь представителем офиса по туризму Сейшельских островов в России и странах СНГ. И я предлагаю вам наконец-то уже просыпаться, устраиваться поудобнее и добро пожаловать на Сейшелы. Сегодня мы поговорим об этой потрясающей стране в рамках проекта с компанией ПАК Групп и нашим золотым составом отельеров, которые сегодня присутствуют у нас также. И что же такое Сейшелы? Во-первых, хочется начать с того, что несмотря на то, что в данном проекте мы сделаем больший фокус все-таки на новые правила, на путешествия в новые реальности, на новые правила въезда в страну. Но, честно говоря, мы об этом говорим уже, наверное, начиная с июня месяца, когда открылся международный аэропорт Сейшельских островов. И находим это несколько таким уже скучным. Поэтому, конечно же, хочется начать все-таки с каких-то небольших водных слов о стране. Все-таки Сейшела – это страна, которая заслуживает особого внимания. И, как сказала Лена, мы действительно очень любим это направление, горим им. И добро пожаловать в эту потрясающую страну. Это страна бесконечного лета, густва ярких, сочных красок. Это родина самого диковинного, самого большого и самого, наверное, сексуального ореха в мире Кокодемера. Также родина одного из самых пряных и вкусных ромов на планете – Токамака. Токамака. Кстати, это будет один из наших призов после того, как вы ответите на все вопросы викторины. И чтобы немножко погрузить вас в атмосферу и задать правильное настроение, давайте начнем с небольшого такого ролика о стране. Включайте звук погромче. Сейчас, секундочку. Включайте звук погромче. Продолжение следует... 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 Поэтому, к сожалению, не так часто что-то открывается из каких-то новых объектов размещения, однако за время пандемии у нас произошло много изменений, мои коллеги расскажут об этом чуть позже представители отелей. Но из таких новостей хотела бы поделиться, что весной 2020 года закрылся всеми известный отель, известный и любимый отель Банян-3. Теперь мы ждем в ближайшее время новостей о том, какой же все-таки бренд придет на место отеля Банян-3. Также в скором времени открывается еще один отель всеми известной международной цепочки, пока не буду называть какой, поскольку пока это еще такая немножко секретная информация, но в ближайшее время мы обязательно сделаем анонс, как только у нас будет больше информации. И моя коллега Виктория Колькова позже расскажет о том, как за время пандемии отель MyLuxury успел-таки делать небольшой ребрендинг и вступить в ряды отеля Анантара. Но об этом чуть позже расскажут уже мои коллеги. А сейчас перейдем к следующему слайду. Как я уже говорила, мы любим погружаться в историю Сейшельских островов и хотела бы сказать, что этот год на самом деле ознаменован очень важной датой для сейшельского народа, для самой страны Сейшелы, поскольку именно в этом году отмечают 250 лет со дня первого поселения на Сейшельских островах. Когда же это случилось? Это случилось 27 августа 1770 года. 28 переселенцев из стран Азии, стран Африки и французские граждане в составе 28 человек приехали на Сейшелу, на остров Сент-Ан и обосновались там. Именно эта дата является, можно сказать, таким днем рождения для сейшельской нации, для нации Сейшелуа, как они себя называют. Но, опять же, открытие Сейшел произошло задолго до этой даты. Как вы видите, практически 270 лет, такой небольшой, можно сказать, промежуток. Именно в 1502 году Сейшел открывает и португальский мореплаватель Вашко-де-Гамма во время своего плавания на пути из Индии к Восточной Африке. Вашко-де-Гамма достигает Амиранских островов и отмечает сейшельские острова на карту. И затем уже в 1742 году начинается первое исследование Сейшельских островов. Но, опять же, задолго до Вашко-де-Гамма Сейшелы были уже... Берега Сейшел обосновали пираты. Это было долгое время длился этот период такого духа, пиратского духа. И затем уже Сейшели были открыты, началось исследование. И в 1756 году Франция вступает во владение Сейшелами. Через... меньше, чем через 60 лет Великобритания берет верх и берет Сейшелы под свой контроль. И затем уже в 1903 году Сейшелы становятся колонией Великобритании. Хочется сказать, что Сейшелы действительно очень многое впитали и переняли, опять же, какие-то традиции от своих колонизаторов. Поэтому даже вот сейчас уже, да, в современном мире, современные Сейшелы, действительно очень много можно каких-то увидеть таких традиций, опять же, европейских, у самих креольцев. Многие креольцы... вот здесь есть такой кадр сейшельского рыбака. Это пример, наверное, как выглядит типичный креолец, типичный сейшельва. Но на самом деле произошло за время колонизации, смешения культур, смешения традиций. Поэтому если вас на Сейшелах встретит абсолютно белокожий человек и скажет, что он уже в третьем поколении сейшелец, нужно ему верить, потому что это действительно так. Уже действительно все перемешалось, смешалось. И классический, можно сказать, сейшельва – это не только человек вот такой вот африканской наружности, но и абсолютно европейской внешности. Поэтому сейшелы – это действительно что-то очень интересное, загадочное, очень интересные люди, безумно гордый креольский народ, который стал результатом вот таких вот интересных культурных каких-то смешений. И в 1976 году, если возвращаться к истории республики, сейшельские острова становятся независимой республикой. Поэтому вот именно с этого, наверное, тоже одна из самых таких знаменательных дар для Сейшел – именно независимость их. Но в этом году мы активно отмечали 250 лет со дня первого поселения. И надеюсь, что в следующем году мы продолжим тоже много говорить об истории Сейшел, погружать вас именно вот в эту такую информацию, как мне кажется, которая может показаться вашим клиентам в том числе интересной, поскольку многие… Мне всегда очень обидно, знаете, когда Сейшел воспринимают исключительно только пляжным направлением, куда можно приехать, отдохнуть в одном отеле и затем улететь домой. Зачастую знакомство с Сейшел именно так и заканчивается. Гости прилетают на главный остров Мае, и здесь, собственно, знакомство с Сейшелами заканчивается. Я же буду вас во время своей очень такой недлительной презентации каждую минуту побуждать к тому, что Сейшелы нужно исследовать, нужно изучать, необходимо путешествовать, смотреть разные острова. Сейчас мы как раз-таки до этого дойдем, когда поподробнее расскажу о том, какие же интересные вообще острова входят в состав Сейшелского архипелага. Ну и, конечно, говоря о традициях, я это уже затронула, и об культуре, то, как я уже сказала, действительно подлинный интерес к стране рождается со знакомством с своей культурой. Очень интересно изучать сейшелский народ, их традиции, которые выражаются в танцах, в, опять же, в какой-то кухне сейшельской, во многом-многом другом. Поэтому надеюсь, что в следующей нашей серии мероприятий, когда серии вебинаров с компанией по группу, у нас будет возможность побольше поговорить о направлении, обязательно поподробнее затрону эту тему. А сейчас переходим к следующему слайду. И все-таки почему же стоит отправляться на Сейшельские острова? Почему же стоит их выбирать среди других направлений Индийского океана? Я уверена, в течение недели каждое из направлений агитировало приехать именно к ним, чем сейчас будем заниматься, собственно, и мы. Почему же все-таки Сейшелы? Как я уже сказала, это дикая первозданная природа, нетронутые леса и заповедники. Огромные, практически 50% территории Сейшельских островов занимают заповедники. Это либо природные заповедники, птичьи заповедники, подводные, морские заповедники. И на самом деле охране окружающей среды на Сейшелах уделяется огромное внимание. Сколько биологов живут на Сейшелах, уже даже не с честь, уже, наверное, практически больше, чем местных жителей. На каждом острове, кто оберегает, охраняет экосистему, и, как я уже сказала, очень срок контроль туризма, чтобы ни в коем случае не оказать какого-то негативного воздействия на безумно красивую природу Сейшельских островов. Страна до сих пор очень успешно справляется с своей миссией и сохраняет для нас такое богатство, такую безумную, вообще сочную, красивую, девственную природу, чтобы мы даже в 2020 году и далее могли увидеть вот этот райский уголок в таком виде, как он выглядел много-много лет назад. Ну, конечно же, говоря о Сейшелах, это, безусловно, уникальность во всем. В первую очередь, уникальность флоры и фауны. На Сейшелах проживает огромное количество индивидуических видов растений и животных. То есть это, что это значит? Это значит, что Сейшелы являются родиной именно этих растений, таких как, например, пальму кокодемер, либо сейшельских гигантских черепах, которые тоже здесь представлены на сладе таких пушистых прекрасных птичек. Ну и, конечно же, Сейшелы – это большое разнообразие островов, которые до сих пор, эти острова сохранили атмосферу, такой вот, знаете, колониальных завоевателей, духа приключений. Острова все безумно разные. Всего 115 островов входят в состав сейшельского архипелага. Из них около 30 – это обитаемые острова. То есть это те острова, где есть какая-либо инфраструктура, отели, то есть что-то на этих островах находится, и они каким-то образом используются. Поэтому возможности Сейшелы большие. Надеюсь, что в ближайшем будущем они нас порадуют еще не одним, а каким-нибудь секретным частным островом-курортом, куда могут отправиться ваши любимые клиенты. Как видите, на Сейшелах есть также частные острова, у которых есть свои владельцы, но они при этом входят в состав сейшельского архипелага, но управляют и имеют своего владельца. Таких островов несколько. Наверное, самый известный из них – это остров Фрегат, Private Island, остров North Island. Уверена, многие о них слышали. Именно здесь проводили свои медовые месяцы голливудские звезды, члены королевских семей. Именно они выбирают Сейшелы для своего свадебного путешествия либо для свадебной церемонии. Также на Сейшелах есть большой выбор уединенных тропических отелей, про которые мы сегодня поговорим подробнее с моими коллегами, отельерами. Поэтому не будем долго на этом останавливаться. Ну и, конечно же, Сейшелы – это на самом деле роскошь, которая доступнее, чем каждая. То есть многие заведомо не хотят продавать Сейшелы, сравнивая их с Мальдивами. Сразу говорят, все намного дороже, все, опять же, гораздо выше цены, нету какого-то среднего чека. На самом деле это все неправда, на Сейшелах огромный выбор отелей, начиная от каких-то очень стильных, опять же, небольших вилл, небольших, может быть, каких-то гестхаусов, заканчивая люксовыми, роскошными, уникальными частными островами-курортами. Ну и, конечно же, говоря о Сейшелы, это, безусловно, самые красивые, самые живописные, пустынные, растиражированные пляжи мира. Кстати, хочется сказать, что вся вот эта красота выбрала подборочку, сделала вот такую вам, одних из самых красивых пляжей Сейшельских островов. И самое интересное, что все эти пляжи находятся не на главном острове Майя. Поэтому надеюсь, что, немного вдохновившись этими фотографиями, это как-то побудит вас рассказать об этом вашему клиенту, поскольку, безусловно, на острове Майя есть очень красивые пляжи, больше 60 на главном острове. Поэтому не нужно ограничиваться только пляжем в своем отеле. Но и все-таки стоит куда-то отправиться, чтобы увидеть самые, наверное, самые такие секретные, скрытые от глаза пляжи. Пляжи Сейшель, самый красивый, который используется для съемок в рекламных роликах. Вот на первой левой фотографии представлен самый, наверное, растиражированный пляж вообще мира и конкретно Сейшельских островов, пляж Ансурс-Даржан, который находится на острове Ладик. Также здесь представлен на слайде пляж Гранд-Анс, который находится на острове Ладик, Анс-Лацио на острове Праслен. Поэтому обязательно поезжайте, планируйте путешествия куда-то за пределы острова Майя, чтобы видеть эту красоту своими глазами. Ну и, конечно же, Сейшелы – это, безусловно, спокойствие, уединение, такой оазис тишины, гармонии с самим собой, поистине райское место для отдыха. Я думаю, что вы со мной полностью согласны. И немножко поговорим о том, в таких наших основных селлинг-поинтах, почему же Сейшелы, поскольку, знаете, многие считают, что на Сейшелах почему-то какой-то неустойчивый климат, постоянно идут дожди, и не стоит продавать Сейшелы там в какие-то определенные месяцы, предлагают только, предположим, в наше зимнее время. На самом деле это все неправда, поскольку Сейшелы – это всесезонное направление, где постоянно присутствует бесконечное лето, 365 дней в году светит солнце. А на Сейшелах, опять же, есть небольшая сезонность, которая выражается небольшими такими муссонами. И так как мы находимся близко к экватору, на Сейшелах все немножко наоборот. То есть когда в России зима, на Сейшелах лето, и когда в России лето, на Сейшелах зима. Как это вообще выражается, как это можно заметить? Ну, на самом деле перепады температур практически нет, поскольку на Сейшелах в течение года держится плюс-минус одинаковая температура. Это в районе 28 градусов. Если вы поднимаетесь у горы, так как Сейшел – это все-таки очень гористая, холмистая местность, то где-то может температура в ранние часы упасть, там, до 24 градусов. Это только именно если вы находитесь в горах. Если же вы где-то на пляже, в отеле, то плюс-минус в течение всего периода держится температура в районе 28 градусов. Всейшельское лето, то есть вот сейчас, да, оно уже начинается. Температура воздуха, точнее температура воды чуть на градус меньше температуры воздуха, то есть такое парное молоко, которое очень любят наши клиенты из России. И поэтому и в этот период более, может быть, как-то выражены осадки. То есть сезон, можно сказать, такой сезон дождей у нас обычно в январе месяце. Собственно, когда большинство русских гостей приезжают на Сейшелах, это их не останавливает абсолютно, поскольку дождь на Сейшелах никогда не портил никому настроение. Они у нас очень кратковременные, идут буквально 15 минут. Это не какие-то затяжные дожди, как, например, в Таиланде, либо на Карибах. Здесь все быстро проходит, погода может меняться несколько раз в день. То солнце, то какой-то небольшой дождик, и опять яркое теплое солнышко. Поэтому не стоит бояться какой-то сезонности на Сейшелах. Можно спокойно отправлять гости в любое время года. Единственное, что в южной части острова в зимнее время будет всегда спокойно, а в летнее время в южной части острова будут, опять же, присутствовать небольшие волны. Также хотелось бы отметить, что наши гости никогда не страдают от jet lag, не мучаются из-за этой разницы во времени, поскольку разница в Москве буквально плюс один час. Поэтому можно всегда оставаться в одном числом поясе своими друзьями, знакомыми. Мы с партнерами по бизнесу, поэтому в этом плане гостям нашим очень повезло. Также на Сейшелы не требуются визы для граждан всех стран. Абсолютно для граждан всех стран. И знаете, в интернете есть какая-то почему-то странная информация, что на Сейшелы необходимо... Чтобы приехать на Сейшелы, ваш паспорт должен действовать полгода после окончания поездки, либо три месяца. На самом деле это все неправда, паспорт должен действовать на даты поездки. Это уже правило существует в последние годы 4 или лет 5, так точно. Поэтому на Сейшелы с нетерпением ждут ваших гостей. Также, как я уже сказала, и как вы, наверное, сами заметили, смотря видеоролик, что на Сейшелах очень приветливое эмоциональное население. Как раз-таки в виде ролики был такой момент, когда сменялись лица, кадры. Можно было заметить, что действительно произошло большое смешение культуры. Это и люди азиатской наружности, африканской, европейской, которые очень мирно живут и существуют. И также хочется отметить, что 89% населения католики, поэтому плюс-минус одни и те же праздники у нас. И всегда очень забавно наблюдать, как креольцы готовятся к Рождеству. Ждут этого события, ждут Санта-Клауса. Поэтому даже на Новый год можно почувствовать атмосферу не зимы даже, а Рождества, вот такую невероятную магическую атмосферу, которая всегда создает рождественские новогодние праздники. Также не существует никаких, опять же, ограничений в плане носки одежды, ввоза алкоголя. То есть все в рамках таможенных правил. Можно спокойно возить на Сейшелы. Также Сейшелы являются одним из самых богатых рыболовных угодий на планете. Чуть ли не number one место для рыбалки, куда слетаются рыбаки со всего мира. Как вы знаете, рыбалка – это далеко не самое дешевое хобби, я бы даже так сказала. Поэтому действительно на Сейшелах съезжаются рыбаки со всего мира, которые хотят поймать один из одних трофеев, который, собственно, обитает на Сейшелах. Это и рыба ваху, и рыба парусник, и, конечно же, безусловно, голубой марлин. Также на Сейшелах, возможно, рыбалка на летучую рыбу. Это называется рыбалка на хлыстом. Поэтому я уверена, что если у вас есть клиенты, кто обожает рыбалку, обязательно они слышали о Сейшелах, поскольку они, наверное, даже конкурируют с Норвегией. Кто же займет первое место – Сейшелы либо Норвегия. Также, говоря о безопасности, безусловно, мы сейчас чуть позже затронем тему новых правил после, опять же, связанных с ковидом-19. Но хочется отметить, что Сейшелы всегда были и остаются одной из самых безопасных стран мира во всех смыслах этого слова. В первую очередь на Сейшелах никогда не было никаких тропических болезней, не обитают никакие опасные животные и растения, которые могут, опять же, оказать какой-то вред вашему здоровью. Сейшелы нет никаких циклонов и не может произойти никаких природных катастроф. За всю историю не было зафиксировано ни одного случая, поскольку Сейшелы находятся вне пояса, вне зоны действия циклонов. Поэтому здесь вашим гостям не грозит, опять же, ничего, никакие цунами, никакие землетрясения. Это абсолютно безопасная страна. Опять же, к сожалению, Сейшелы не обошел злосчастный ковид, но мы очень хорошо с этим справляемся, и на Сейшелах было заинтересовано минимальное количество случаев. Но об этом мы поговорим во второй части нашей с вами презентации. Как раз переходим к ней. Немножко актуальной информации. Многие из вас, я думаю, слышали, что, как и многие страны, в марте этого года Сейшелы закрыли свои границы. Это произошло 18 марта, в 18.00. Сейшелы закрыли свои границы для иностранных граждан. Также был в стране введен карантин, было закрыто большинство отелей, большинство, опять же, каких-то развлекательных мест. То есть было закрыто практически все, и Сейшелцы отнеслись очень строго к этому. Кстати, хочу заметить о том, что Сейшелы, как вы заметите далее, когда я буду говорить о правилах въезда, действительно относятся очень строго к въезду из стран, где достаточно высокий риск заболевания, не только ковидом, но и любыми другими вирусами и какими-то подобными делами, поскольку Сейшелы – это очень маленькая страна, где проживает меньше 100 тысяч человек. Поэтому, к сожалению, как я уже сказала, ковид не обошел ни одну страну, но до этого, до того, когда были вспышки в мире каких-либо других заболеваний, Сейшелы всегда очень жестко контролировали въезд граждан из этих стран. Как вы знаете, несколько лет назад бушевал вирус Эболы, и вот это все произошло на Маврикии, и в первый же день, как только об этом стало известно, Сейшелы закрыли свои граниты с Маврикием. Поэтому также плюс, как вы знаете, Сейшелы очень любят комбинировать с разными африканскими странами, например, отправляться сначала на неделю на сафари в одну из африканских стран, например, в Танзанию, либо в Южную Африку, в Кению, поскольку эти страны очень хорошо комбинируются с Сейшелами, и затем уже прилетать на Сейшелы за полноценным пляжным отдыхом. Вот, и хочется отметить, что вот со странами, где есть риск заболевания желтой лихорадкой, либо малярией, вам всегда нужен сертификат, чтобы въехать на Сейшелы. Без сертификата вас никуда не пустят и заставят делать эту прививку уже на месте, если вдруг вы как-то не сделали это заранее и не учитывали все эти правила до въезда в страну. Также возвращаясь к ситуации с коронавирусом, с 1 июня 2020 года Сейшелы открыли свои морские и воздушные границы, открылся международный аэропорт, но с 1 июня он был открыт только для частной авиации, для чартерных и репатриационных рейсов. И на тот момент для приема гостей были открыты только отели на частных островах. Но с 1 августа ситуация поменялась, на Сейшелах в полной мере заработал международный аэропорт, открылись границы для международных регулярных рейсов, но исключительно для пассажиров и стран с низким и средним уровнем риска. В основном это страны, где было зафиксировано совсем небольшое количество случаев, страны Европы, такие как, например, Малька, Словения, Словакия, то есть либо какие-то небольшие государства, где практически не было зафиксировано случаев. Но список с 1 августа активно пополнялся, сейчас там уже гораздо больше стран, и с 1 сентября уже активно функционирует полностью вся инфраструктура, открылись практически все отели, и также все отели, опять же, самые популярные отели на российском рынке, все уже прошли сертификацию специальную, чтобы, опять же, соответствовать всем новым санитарным нормам. Поэтому если 1 августа, мы еще говорили о том, что необходимо всегда мониторить список объектов размещения и смотреть, какие объекты прошли сертификацию, какие нет, но с 1 сентября уже все объекты прошли, поэтому можно сильно уже к этому списку не обращаться и всегда консультироваться с вашим туроператором по группе. Также расскажу кратко, буквально, так понимаю, меня уже начинают терапить. Хотела бы сказать о новых правилах, о новой реальности, о новых правилах ГИЭТа. Пассажиры, пребывающие из стран с низким и средним уровнем риска, о которых я говорила, полный список вы сможете как раз-таки посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Сейшел, чуть ниже я оставлю ссылочку на него. То есть пассажиры, пребывающие из этих стран, им необходимо при себе иметь отрицательный результат теста, либо экспресс-тест на антитела сроком не более 72 часов. Также этот тест понадобится для путешествия определенными авиакомпаниями, например, авиакомпания «Имирец», которая уже запустила рейсы на Сейшелы, одна из немногих авиакомпаний, которая, опять же, была популярна и активно использовалась именно нашими пассажирами из России. У них есть свои правила, поэтому, опять же, вам понадобится также тест и на обратном пути, поскольку авиакомпания «Имирец» требует это их обязательно правило, иметь тест при себе. Тесты вы можете сделать на Сейшелах, также мы можем предоставить список всех мест, всех госпиталей и частных клиник, где можно сделать тест, и также большинство пятизвездочных отелей делают это на месте, без выезда куда-либо в клинику. Тест стоит порядка 150 долларов на человека, детям до 12 лет, и старше 65 лет тест бесплатный. То есть вот такие небольшие поблажки сделало государство для некоторых категорий граждан. Также хочется отметить, что пассажиры стран с высоким уровнем рейс пока не имеют права въезда на Сейшелы посредством регулярных рейсов. К сожалению, сюда относятся Россия и страны СНГ. Но мы в ближайшее время ждем и надеемся, что мы все-таки войдем в список стран, которые относятся к средним уровням риска, и наши гости в ближайшее время также будут иметь возможность путешествовать на Сейшелы. Но пока что на Сейшелы можно прилетать только гражданам России и странах СНГ, либо на private jet. Каждый конкретный случай рассматривается Министерством здравоохранения индивидуально. И также, если, предположим, ваши гости имеют вид на жительство в какой-либо стране из зеленого списка, но, опять же, они должны проживать в этой стране, последние 14 дней, то они также могут быть допущены на Сейшелы даже с российским паспортом посредством регулярного рейса. Также очень немаловажный пункт, прошу обратить на него внимание, все данные о пассажирях, пассажире, включая справку с отрицательным результатом теста, паспортные данные загружаются. Данные о рейсе и проживании должны быть загружены на сайт. Вот он представлен здесь на слайде. И туда вносится вся информация, и дополнительно оплачивается взнос в размере 50 долларов. Это как раз-таки ввели за время пандемии, и это относится, опять же, не только к туристам, но и к местным жителям, к резидентам, поэтому это правило не обходит никого. Вот этот сбор будет взиматься с каждого въезжающего пассажира, несмотря на его национальность. Также, как я уже сказала, по регистрации на рейс, пассажирам будет необходимо предоставить авиакомпании справку и соблюдать все авиационные протоколы при посадке на рейс. Но здесь, я думаю, вам ничего нового не открыло. И также, ну, это, кстати, вот информация, это больше, знаете, главная боль вашего любимого туроператора по групп, поскольку именно они будут контролировать этот пункт. Бронирование отеля должно быть сделано только в объектах размещения, получив сертификацию, прошедших сертификацию, получивших разрешение от Министерства здравоохранения. В ваучере всегда должна быть указана продолжительность пребывания. И здесь вот кратенько представлен пакет, обязательный пакет документов, который необходим для въезда на Сейшелы, когда же, наконец-то, граница откроется. Это должна быть обязательно страховка, покрывающая ковид, негативный тест, про который я уже, наверное, сто раз вам напомнила, ваучер на весь срок пребывания и обратный билет. Это необходимо иметь при себе обязательно в распечатанном виде. И сайт, про который я упоминала, tourism.gov, это сайт, где можно мониторить информацию о том, каким странам уже открыт зеленый свет, и много другой полезной информации, которую размещает Министерство здравоохранения. И также, заканчивая свою презентацию, немножко опережая ваш вопрос, скажу о том, что же делать, если вдруг ваши гости все-таки, у них проявились какие-то симптомы коронавируса, либо же, если тест показал, тест оказался позитивным, но симптомы никакие не проявились, что же делается в этом случае? Наверное, каждый из отелей после моего выступления подробно расскажет о правилах в этих отелях, но общие правила следующие. То есть, если гости прибывают на Сейшелы, и в течение, тоже такое правило, которое стоит помнить, то есть в течение 7 дней, если гости приехали из страна, из зеленого списка, то в течение первых 7 дней им нельзя комбинировать больше, чем 2 отеля. Далее уже можно свободно перемещаться, как угодно, хоть каждый день менять отель. Если же гости приезжают из списка, из желтого списка, да, где средний риск заболевания, то эти гости должны первые 5 дней находиться на территории отеля, никуда не выезжать, ни на какие экскурсии, никуда только находиться, отдыхать в отеле. На 5-й день у них берется тест, и на 6-й день приходят результаты. Если же результат положительный, то все, пожалуйста, зеленый свет, свободное перемещение по стране, по всем островам, куда только захочется. Если же тест положительный, то ситуация следующая. Если проявляются симптомы, то либо тоже, тоже каждый случай рассматривается индивидуально. Есть возможность, что гостей оставят на их вилле, но они должны будут находиться на территории отеля, им будет предоставлен сотрудник, который будет обслуживать их номер, либо их виллу, но выходить куда-то в течение 14 дней будет нельзя. Если же, либо есть вариант, смотря на сколько активно проявляются симптомы, гостей могут отправить в такой обсерватор, в специальные отели, которые выделены для этого на Сейшелах, где гости будут отсиживать 14 дней карантина. Либо же, если симптомы активные, уже необходима медицинская помощь, то гостей будут отправлять уже в медицинский центр, в госпитале, где будет в полной мере оказана медицинская помощь. Также хочу, кстати, отметить, что Сейшелы, несмотря на то, что это тропики, несмотря на то, что это очень далеко, где-то в Индийском океане, здесь на самом деле присутствуют все блага цивилизации и очень хорошая система здравоохранения, которую Сейшелы наследовали от Великобритании, поэтому в медицинских центрах есть абсолютно все оборудование, все тесты, все, что нужно для того, чтобы оказать медицинскую помощь не только в случае коронавируса, но и в любых других заболеваниях. Поэтому будьте спокойны, мы с нетерпением будем ждать вас на Сейшелах, как только граница откроется, и для того, чтобы немножко вас мотивировать и сказать о том, как сильно мы ждем и надеемся на ближайшее время на открытие границ, запустить небольшой видеоролик, который как раз-таки был сделан буквально месяц назад. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Experience Seychelles Our home, your sanctuary Все, дорогие друзья, на этом моя презентация заканчивается. К сожалению, не так было много времени, но постаралась в кратчайшие сроки дать самую необходимую актуальную информацию и передаю слово Лене Фиртовой. Большое спасибо и всем хорошего дня! Оленька, огромное спасибо! Я благодарю за то, что ты приняла участие и рассказала очень подробно не только о том, что сейчас творится на Сейшелах, происходит на Сейшелах, но еще и про историю острова. Спасибо тебе большое! Я вижу, что здесь был вопрос о том, какие требуются сертификаты. Скажем так, в мирные времена до ковида, если турист прилетал, предположим, на Сейшелы после своего тура по Кении или Танзании, то при прохождении паспортного контроля у него спрашивали сертификат о наличии прививки от желтой лихорадки. Это единственный документ о наличии какой прививки требовалось предъявить ранее. Сейчас мы очень надеемся, что поскольку Сейшелы открыли уже 1 августа международные границы, то мы очень надеемся на то, что они будут сейчас расширять первый список, второй список, будет расширена полетная программа, и мы в ближайшем будущем окажемся в списке тех стран-счастливчиков, которых все-таки разрешат посещать Сейшельские острова, поэтому вот с надеждой живем. Сейчас, да, сейчас летают рейсы из Европы, поскольку все-таки европейские страны имеют доступ к Сейшелам. Это, если я не ошибаюсь, летает Люфганзе, и из Дубая летает Эмеретс. Это вот основные два авиаперевозчика, которые сейчас осуществляют рейсы на Сейшелы. Конечно, до этого сетка была гораздо шире, но вот мы ждем с нетерпением, что как бы позитивно будет развиваться эта ситуация, и действительно был опыт отправки туристов частными бортами. Если это граждане Российской Федерации, и они летят частным бортом, то на это уходит на согласование их прилета, на самом деле на разрешение. Это происходит очень быстро. Знаю, что у партнеров был такой опыт, и наши граждане Российской Федерации уже прилетали на Сейшелы. Поэтому дело за малым, чтобы мы попали хотя бы в желтый список, в список номер два. Оль, большое спасибо. Спасибо большое. Я действительно думаю, пока. Прощаюсь, да. Всем до свидания. Хорошего дня, Оль. Так. Ну а мы теперь переходим к следующему направлению. Я надеюсь, что мы сейчас переключимся уже на презентацию по Маврикию, и я вам расскажу более подробно о том, какая ситуация сейчас у нас происходит со вторым островом Индийских островов. Что мне хотелось бы заметить, что я соглашусь с Олей, что острова действительно, они очень трепетно относятся к той ситуации, которая у них складывается. Они очень волнуются за своих местных жителей. Они понимают, что им будет очень сложно справляться, если вдруг вирус будет как бы быстрыми темпами нарастать, эти цифры будут расти, поэтому они с большой аккуратностью, и вот особенно Маврикия с большой аккуратностью подходит сейчас к открытию границ, но все как бы поэтапно, да. Что ж, начнем с вами рассказ про Маврикию. Остров располагается в юго-западной части Индийского океана. Это достаточно крупный остров по меркам Индийского океана, он всегда славился, этот остров, великолепным гостеприимством, красивыми пляжами, ярким солнцем, очень комфортным климатом. И он также, как и Сейшела, носил и носит такой статус несколько эксклюзивного отдыха, хотя в целом здесь представлены отели абсолютно разного уровня, разной категории. И на текущий момент Маврикий открыл международные границы, он их открыл 1 октября. Он открыл их настолько как бы вот пока аккуратно, и вначале было объявлено о том, что это открытие будет действовать в течение первого месяца, но сейчас правила пролонгированы, смысл заключается в том, что на Маврикии обязательный двухнедельный карантин по прилету на остров. Поэтому в сложившейся ситуации сейчас, конечно, в основном возвращаются местные жители, у которых не было возможности вернуться до этого к себе домой, или люди, которые летят уже с долгосрочными какими-то проектами, бизнесмены, но что следует отметить, что на текущий момент по требованиям Маврикия человек, прилетающий, должен иметь отрицательный тест ПЦР, который должен быть выдан минимум за 7 дней до посадки на рейс на Маврикии. Это обязательный контроль, то есть измеряется температура тела по прилету на Маврикии. Двухнедельный карантин проходит в отелях, создана специальная платформа Министерством туризма Маврикии, и все бронирования проходят через эту платформу первые две недели, где человек может выбрать необходимый ему уровень, то есть там представлены и трехзвездочные, и четырехзвездочные, и пятизвездочные отели. Под каждый рейс отели меняются, то есть распределяется поток тех, кто прилетает. Поэтому по прилету они обязаны предъявить документ, подтверждающий, что у них приобретен на эти две недели этот пакет. Он действует на базе полного пансиона, там включены трансферы от аэропорта до места проживания, и включены два теста ПЦР. Обязательно делается тест на коронавирус по прилету, когда туристы уже размещаются в отеле, им делают тест. Затем на седьмой день и на четырнадцатый день. И если как бы на четырнадцатый день тест показывает, что он отрицательный, человек может свободно перемещаться по Маврикию без каких-либо препятствий. Поэтому, но как бы для нас, для туризма на текущий момент это такой не совсем рабочий вариант. Сейчас, да, вот такая схема продлена до конца ноября. К сожалению, дальше государственные органы Маврикия, они пока не озвучили, какой будут они придерживаться формы, потому что, знаете, до начала октября Маврикия носил статус коронавирус-фри. То есть там в течение четырех месяцев не было ни одного случая заражения. Последний раз, когда был обнаружен местный житель с этим вирусом, это было произошло 26 апреля. А вот после 26 апреля четыре месяца ни одного дополнительного случая. И вот сейчас, когда 1 октября открылись границы и 11 числа прилетел рейс из Парижа, к сожалению, там выявили у трех человек. При этом Маврикия сразу, как только выявляет у вновь прибывших людей коронавирус, они их распределяют в свои медицинские госучреждения, больницы, где ведется за ними строжайший контроль, где ограничены, естественно, какие-либо контакты. Дополнительно выявляют, какие были контакты у этих людей. То есть пресекается все сразу. Сейчас вот у Маврикия статус коронавирус Маврики safe. То есть не совсем чистый, но есть случаи, но это прям вот совсем минимум-минимум. Что касается, я вижу вопрос, что касается разлива бункера. Да, это случилось во второй половине июля. И первыми, кто оказал помощь, кто болел душой и сердцем, это были местные жители, которые сразу кинулись на спасение береговой линии своего острова. Судно принадлежало... Это было японское судно, которое перевозило нефтепродукты. И, к сожалению, оно наткнулось на коралловый риф. Произошла утечка, но в срочном порядке это пятно было... Они постарались его замкнуть. Что-то, безусловно, пришло к берегу. Но власти Маврики обратились в Организацию Объединенных Наций. И первая страна, которая им оказала большую колоссальную поддержку, это была Франция. Прибыли специалисты с Рюньона. Пятно было убрано. Все остальные цистерны были сняты с этого судна. То есть, как бы на текущий момент ситуация полностью улажена. С минимальными, какими вообще, возможно, потерями Маврики справился с этой проблемой. Хочу отметить, что это произошло на... Около южного побережья Маврикия. То есть, такое вот... Тоже было волнительно. Почему? Потому что именно эту зону в основном выбирают французы для своего отдыха, поскольку там рядом располагается парк Марин. Но вот как сейчас уверяют специалисты, что проблема решена, загрязнения нет, все восстанавливается. Поэтому мы... Я ожидала этот вопрос. И знаю, что туристы наши, безусловно, выбирая то или иное направление, они очень внимательно могут отнестись к этому вопросу, задавать вам их. Знаете, что сейчас уже, как бы, океан чистый. Местные жители купаются на всех пляжах. Все открыто, все функционирует. Поэтому, как таковой, проблемы, ну, ее нет. Что ж, перейдем с вами немножечко. Давайте я вам напомню, потому что Маврикия и Сейшелы, они, с одной стороны, во многом, как бы, пересекаются, похожи в том, что действительно, так же, как и на Сейшелах, на Маврикии нет никаких особых ограничений. Очень, как бы, дружелюбное, гостеприимное население. Все, как бы, перемещения в рамках тоже таможенных правил. Можно провозить спиртное. Это страна, где в основном преобладает индуизм, да, порядка 44%. Затем это христиане, порядка, там, 30%. Поэтому, вот, никаких таких, вот, серьезных ограничений, правил, рекомендаций нет. Остров тоже абсолютно безопасный от каких-либо, там, заболеваний. И медицина очень тоже, так же, на высоком уровне. По своим размерам остров большой. То есть его ширина составляет 48 километров и длина 78 километров. Поэтому в последнее, вот, время до того, как до наступления этого коронавируса, все больше и больше мы стали замечать, что туристы стали комбинировать свой отдых на Маврикии между разными частями острова, разбивая его между, там, восточным побережьем и западным побережьем. Чем отличается Маврикия от Сейшельских островов? Этот остров располагается чуть дальше от экватора. Поэтому, в отличие от Сейшел, где сезон, он, как бы, такой вот круглогодичный и практически не меняется температура воздуха и воды, на Маврикии все-таки разница есть. И если мы с вами, вот, проведем такую, как будто бы земную ось, вот так вот разделим остров Маврикии пополам, то восточное побережье, юго-восточное побережье, как правило, в наши летние месяца, то есть июнь, июль, август, здесь температура воздуха и воды бывает всегда ниже, чем юго-западная, западная или северо-западная часть острова. Традиционно наши туристы, конечно, Маврикии выбирают в качестве своего отдыха, ну, зимой, потому что нам хочется тепла, солнышка. У европейских туристов, ну, остров востребован круглогодично, и чтобы вы понимали, какова разница, то есть если январь-февраль месяц температура воздуха на Маврикии, ну, практически повсеместно, она будет порядка там плюс 32, плюс 33 градуса, а вода будет приблизительно плюс 28, то в зимние месяца для Маврикии, июнь, июль, август, температура воды может составлять где-то приблизительно 22-23 градуса, а температура воздуха приблизительно около 25 градусов. Все равно достаточно комфортно, просто почему, как бы, восточная часть, она менее привлекательна в наши летние месяца, то, что подвержен Маврикией юго-восточным мусоном, да, дует ветер, который, ну, вызывает такой дискомфорт, поэтому, как правило, в этот период даже в очень хороших, дорогих, роскошных отелях Маврикии могут действовать и интересные спецпредложения, и стоимость, как бы, отдыха на этом острове становится очень и очень доступной. Затем хотела бы отметить, что Маврикия, он со всех сторон, он окружен коралловым рифом, поэтому большая волна, если она приходит, то она приходит вот в южной части острова, поскольку там есть разрывы у кораллового рифа, и именно это место отдыха выбирается любителями кайтсерфинга, потому что для них, ну, это просто как бы такой вот местный рай. В целом на острове выстроено колоссальное количество, много отелей, это хорошо известные местные цепочки, такие как там отели системы Бичкомбар, отели системы Лакс Ресот, Сан Ресот, и, безусловно, на острове представлены очень хорошо все, как бы, мировые такие вот системы, то, как Шангрила, Фо Сизонс. Хотела бы отметить, очень часто задают вопрос, какую часть острова выбрать для своего отдыха, куда лучше поехать с детьми. Здесь, знаете, здесь такой момент, наверное, бы я сказала, что для отдыха с маленькими детками в большей степени я рекомендую всегда восточное побережье, потому что пляжи на восточном побережье Маврикия, они шире, песок, так можно сказать, как-то мельче и мягче, вот, и, наверное, вот такие отели, как Констанс Бельмар Плаш, Лакс Бельмар, Резиданс, это очень такие хорошие, подходящие варианты, или, предположим, более такой экономичный вариант, Маритин Кристал Бич, есть четырехзвездочный отель на восточном побережье. Великолепные места, это, безусловно, юго-западная часть острова Маврикия в районе горы Лиморн, это гора, которая находится под охраной ЮНЕСКО, здесь выстроены в основном пятизвездочные отели, такие как Бичкомбар Паради, Динарабин, Сан Риджес, Лакс Лиморн, такие достойные очень отели, тоже хорошая зона окупания, особенно у отеля Паради, на западном побережье Фликенфлаг, есть такое местечко, кстати, это место подходит для тех людей, которые хотели бы, чтобы рядом с отелем была какая-то небольшая местная инфраструктура, потому что в большинстве случаев, отдыхая на острове Маврикии, очень важно, что из себя представляет отель, какую он предоставляет инфраструктуру туристу, по той простой причине, что если туристы захотят, предположим, поужинать в каком-то там ресторане, то, скорее всего, им придется брать такси и добираться до этого места уже на машине. А вот местечко Фликенфлаг, это такой местный небольшой туристический центр, плюс местный поселочек, где цепочкой стоят отели, системы Sun Resort La Piroc, Sugar Beach, Maradilla, Hilton Mauritius, Sands, и одновременно с этим они могут выйти вечером прогуляться, потому что открыты тоже местные рестораны, кафе, сувенирные магазины. А вот центром туристической жизни Маврики является на северо-западе город Grand Bay. Вот это самое-самое такое центральное туристическое место, где были выстроены, наверное, тоже одни из первых отелей Маврикия. Здесь очень хорошее купание, здесь практически существует такое понятие прилив-отлив, на Маврикии они не столь сильны, приливы и отливы, но вот в районе Grand Bay это такое, знаете, глубокое, очень комфортное купание, с хорошим входом в океан, поэтому, может быть, действительно, вот стоит рекомендовать туристам для того, чтобы они поняли, чем отличается и разнообразить их отдых, разбивать свой отдых между несколькими отелями внутри острова. Безусловно, остров большой, поэтому здесь есть великолепная возможность совместить отдых с интересной экскурсионной программой, ведь на Маврикии располагается самый старейший ботанический сад, совместить это с поездкой в Порт-Луи, в столицу острова, и посетить знаменитый музей голубой марки, отправиться на юго-запад острова, чтобы увидеть семицветные земли Шимарель, или познакомиться более близко с культурой острова, с основной как бы религией, посетив святое озеро Гранд Байсан, поучаствовать в каком-то там ритуале. Это очень, на самом деле, как бы увлекает, и это может разнообразить пребывание наших туристов на острове. Что касается того, в каком режиме сейчас работают отели, безусловно, туристический сервис – это очень важная инфраструктура для острова, это достаточно весомая часть дохода поступает в казну государства от туризма. И все хостельеры, все владельцы отелей, они очень настаивают на том, чтобы как можно быстрее было принято решение о более широком открытии границ. Они уверяют в том, что они смогут обеспечить безопасность нашим туристам. И, конечно, как бы здесь представлены далеко не все бренды, которые сейчас существуют на Маврикии, далеко не все перечисленные отели. Это одни из самых лучших отелей. Они сейчас все идут нам на уступки, они очень как бы лояльно относятся ко всем переносам, ко всем изменениям. Поэтому стараются максимально, они, безусловно, хотят все быть заполнены, все быть востребованы, очень ждут туристов, предпринимают, как я сказала, все меры, тем более, что в целом для Маврикия Маврикия, ну, как бы это не проблема соответствовать тем требованиям, которым мы сейчас уже практически все научились жить, да, то есть это соблюдение дистанции, ношение там масок. Это остров, где всегда хватало всем места на пляже, было свободно, было комфортно, люди чувствовали себя, если необходимо, то в уединении, ну, проблем не возникало, все, как бы, средства размещения, они располагают возможностью правильно там расставить столики, обеспечить безопасность СПА. Поэтому сейчас, конечно же, они все ждут, ну, очередного послабления, открытия, да, границ, и, безусловно, они, что со своей стороны, вот, по крайней мере, та информация, которая, как бы, до нас доходит, что они предприняли все меры и уверяют в том, что в текущей ситуации, если отель будет работать и принимать туристов, то будут открыты все рестораны в отелях, потому что до этого, ну, были, каждый отель имел по несколько ресторанов, и у них у каждого был свой режим работы, какой-то ресторан был открыт на завтрак, на обед, на ужин, какой-то только на ужин, какой-то только на обед и ужин. Вот сейчас они для того, чтобы, ну, было свободно, комфортно соблюсти вот эту дистанцию, они уверяют в том, что у них хватит сил, хватит персонала, и во всех отелях будут работать все рестораны, для того, чтобы, ну, как бы, вот, соблюсти все эти необходимые требования. В целом, на текущий момент на острове все работает, все функционирует, большинство отелей, ну, как бы, они открыты в связи с тем, что вот сейчас, 1 октября, произошло такое открытие международной границы, они постепенно все потихонечку размещают у себя вновь прибывших, вот, я надеюсь, что в самое ближайшее время действительно они оценят свои, как бы, возможности и позволят расширить список тех, кто имеет право, ну, точнее, даже не список, потому что, в принципе, может прилететь любой при соблюдении вот этого карантина, что, как бы, они пойдут более гибко, и вот этот карантин либо сократят, либо его вообще затем уберут и будут предприняты какие-то другие меры. Ну, и, безусловно, остров Маврикия, он предоставляет колоссальные возможности для активного отдыха, выстроены новые диплайны, вы можете осуществлять прогулки на лошадях, на квадроциклах. На Маврикии выстроено большое количество гольф-полей, которые соответствуют всем мировым требованиям. Ряд отелей имеют в своем распоряжении эти гольф-поля. Какие-то отели заключают специальные договора о том, чтобы их туристы имели право такого льготного посещения этих гольф-полей. Поэтому это остров, который дает возможность как комфортного, хорошего пляжного отдыха, так же и активного отдыха, возможности путешествовать по острову. Славится Маврикия, безусловно, своим богатством своего океана. Это глубоководная рыбалка, это прогулки на катамаранах с дельфинами. Сейчас новые очень интересные вертолетные экскурсии организуются на Маврикии. Скайдавинг появился, прыжки с парашютом в тандеме. То есть, вы знаете, огромный спектр, и туристы всем этим интересуются. И очень много стало таких серьезных туристов, которые уже до своего отправления на этот остров планировали всю свою экскурсионную программу. И я хочу отметить, что на Маврикии вот все эти экскурсии, которые мы ранее организовывали для наших туристов, они все равно все проводятся в индивидуальном порядке. Поэтому полная как бы вот безопасность, она будет как бы гарантирована, тем более, что все средства размещения, все компании, которые будут обеспечивать туристам трансферы, они все должны будут по требованиям местных, как бы вот властей, проходить аккредитацию, сертификацию. То есть, то, через что сейчас прошли большинство отелей Сейшельских островов, и они нам регулярно высылали репоты. То же самое происходит и на Маврикии. И Маврикии также надеются, что станет очень востребованным направлением, поскольку обеспечивает полную безопасность. И еще немаловажно, что на Маврикии сейчас очень много создано экотроп и трекинга, то, что весьма востребовано у туристов европейских, но и мы отмечаем, что наши туристы тоже начинают, мы дорастаем, да, вот этих же требований, и все чаще и чаще спрашивают, возможно ли это осуществление, как лучше, куда лучше подняться, как это можно организовать. Поэтому Маврикия, он предоставляет очень большой широкий спектр такой как бы возможности отдыха от комфортных отелей, красивых пляжей, великолепного сервиса и проявления своей активности. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этому направлению, пожалуйста, я буду рада на них ответить. Я уверена, что мы вернемся еще раз ко всем этим направлениям, когда будет более четко, ясно, как будут открываться дальше, продолжать границы для того, чтобы вас еще глубже ввести в курс того, что будет происходить на острове, как будут работать отели, тем более, что сейчас сетка отелей, она тоже расширяется, и в прошлом году были открыты новые отели на Маврикии, и в перспективе уже приехали новые люди, новые сотрудники, которые также работают над новыми проектами, появятся новые знаменитые гостиничные системы, поэтому остров развивается, остров растет, остров ждет нас, остается, и в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для вас! Представителю отелей системы «Констанс» Сегодня Анечка расскажет нам про свои отели на Сейшельских островах. Добрый день! Да-да-да, слышно? Спасибо. 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 Это очень важно. Детишко старается сохранить на памяти о прекрасном отдыхе на, например, Сейш racket. Напомню про время в пути. Время трансфер до наших отелей. Как я уже сказала, Концын Дзепфели находится на основном острове Майя. То есть гости прилетают в Жиронный аэропорт и время трансфера до отеля занимает 40-45 минут. Если гости выбирают для отдыха отель Фонсес-Лемурия, то необходимо еще воспользоваться одним перелетом, внутренним перелетом. На регулярных рейсах авиакомпании Aerosys Shells они улетают из международного аэропорта Майя до аэропорта острова Праслин. Время полета буквально 15 минут. Гости прилетают на остров Праслин, там их встречает трансфер из отеля и 5 минут и вы попадаете уже на территорию отеля Консес-Лемурия. Второй вариант трансфера до Консес-Лемурия это на катере. Время в пути примерно полтора часа, но опять же стоит предупреждать гостей, что может быть неспокойная вода и возможно качка во время данного вида трансфера, поэтому тоже это стоит учитывать. В первую очередь я бы хотела коснуться как раз ситуации с ковид и обновить у вас информацию о том, как сейчас функционируют наши отели. Оба отеля открыты. Консес-Лемурия был открыт 1 августа и Консес-Филя также открылась в начале сентября. Поэтому оба отеля открыты, они прошли сертификацию, получили все необходимые документы для того, чтобы принимать гостей в нынешней ситуации. Из обновлений. Что касается работы ресторанов и баров. Только гости из одного номера или группы могут сидеть вместе за одним столом. Мы разработали и запустили отдельное приложение Консес-Аппликейшн. Оно доступно для скачивания, например, на телефоны туристов, либо в номере также есть планшеты, где данное приложение функционирует. Соответственно, меню ресторанов можно заранее просмотреть в этом планшете и, если что, сделать заранее заказ. И также мы остановили обслуживание от стоек в барах. В спа-центре, к сожалению, аква и термальные зоны у нас сейчас временно закрыты. Также мы не проводим в спа-центрах процедуры по уходу за лицом. Все спа-процедуры массажа, которые сейчас проводятся, их необходимо бронировать заранее по телефону через службу Гастерилейшн, либо через приложение Консес-Аппликейшн. И, конечно же, обязательно измерение температуры на входе в спа-центр. Для доступа в тренажерный зал также требуется предварительное бронирование. По количеству человек, которые могут единовременно находиться в тренажерном зале, в поле Муре это максимум 3 человека в зале, в Консес-Апфелия максимум 6 человек в зале. Доступно бронирование временных слотов. Как правило, один слот рассчитан примерно на 1 час. И также измерение температуры на входе в спа-центр. К сожалению, что касается детских клубов, они сейчас временно закрыты. Но мы предоставляем услуги не они. То есть данную услугу можно забронировать, в том числе предварительно. Но данная услуга оказывается на открытом воздухе, то есть не в комнате, либо в каком-то более-менее открытом помещении. Что касается еще таких моментов в Консес-Лемуре, если гости приезжают в отель поиграть в гольф, клаб-каром могут воспользоваться только двое гостей максимальное количество, и то есть они проживают в одном номере. И максимум 4 человека могут играть на одной лодке. Также у нас на территории отеля Консес-Лемуре, как вы, наверное, знаете, находится один из самых прекрасных пляжей, пляж Анджоржер. Сейчас мы временно приостановили шаттл-сервис на этот пляж, но тем не менее гости всегда могут оттуда дойти пешком. Ну, время прогулки составит примерно 20-25 минут, если неспешным шагом. И также мы не выдаем пляжные полотенца для поездок, для похода на этот пляж. То есть гостям следует воспользоваться теми пляжными полотенцами, которые находятся у них в номерах. И, конечно же, мы вот разработали такой, скажем так, Газджоним Roadmap, то есть маршрут. Здесь вы можете наглядно увидеть, что на каждом этапе отдыха мы принимаем все меры, чтобы отдых гостей прошел максимально комфортно и безопасно. Начиная от прибытия гостей и заканчивая уже, конечно же, их отправлением. Соблюдаются все протоколы, которые требуются. То есть, конечно же, наши сотрудники входят в масках на территории отеля. Они каждый день при начале своего рабочего дня у них измеряется температура. Мы обрабатываем все поверхности. Это включая и поверхность в ресторанах, и в номерах. И, конечно же, наш персонал прошел специальные тренинги, чтобы соблюдать данные протоколы. При заезде гостей мы измеряем температуру гостей. Если заказали гости индивидуальный трансфер из отеля, то, конечно же, водитель будет в специальной маске. Проходит обработка санитайзерами как всего багажа, так и, например, ключей, которые выдаются гостям. При входе на территорию отеля измеряется температура гостей. И, конечно же, мы соблюдаем социальную дистанцию. В ресторанах мы расставили столики таким образом, чтобы, опять же, социальное дистанцирование соблюдалось. После каждого гостя, после каждой группы гостей проводится тщательная обработка санитайзерами всех поверхностей. Конечно же, официанты у нас носят маски. И мы стараемся производить весь, скажем так, оборот в плане оплаты каких-то заказов. Все это в электронном виде, чтобы, опять же, минимизировать контакты. Как я уже сказала, все меню у нас загружено в «Консенс Аппликейшн». И там можно заранее с ним ознакомиться и в случае необходимости сделать предварительный заказ. При сервировке столов мы накрываем все стаканы, какие-то бокалы, чтобы не было лишних контактов. И чтобы не было какой-либо толпы, очереди при входе в ресторан, мы просим гостей бронировать столики в ресторане заранее. И на выезде, на чекауте, также можно сделать электронный чекаут заранее. То есть все необходимые документы будут высланы гостям на e-mail, который они укажут. Опять же, если заказан какой-то трансфер, водитель будет в маске и все поверхности в машине будут обработаны заранее. Поэтому, рекомендуя наши отели для отдыха вашим гостям, вы всегда можете быть уверены, что все санитарные требования соблюдаются в полной мере. И также я хочу буквально напомнить про наши отели, потому что времени на презентацию выделено небольшое количество. И чтобы вас сильно не нагружать, буквально пару слов. Как я уже сказала, Концесс Климурия – это отель, который находится на острове Праслин. У отеля действительно огромная территория. Это порядка 110 гектаров, включая гольф-поле. Гольф-поле на 18 лунок международного уровня. И уже на протяжении нескольких лет, в начале декабря, здесь проводится международный турнир по гольфу. Что еще больше приносит статусности нашему отелю. Отель Концесс Климурия в прошлом году отметил свое 20-летие. И касательно реновации, отель закрывался в 2016 году на полную реновацию. И в ноябре 2016 года мы его открыли после полной реновации. И, конечно же, в течение последующих лет проводятся частичные косметические обновления и номеров, и зоны ресторанов. Поэтому отель в очень хорошем состоянии. Чем еще славится Концесс Климурия? Это, конечно же, тем, что на его территории находятся три прекрасных пляжа. В том числе, как я уже сказала, один из самых красивых и фотографированных пляжей мира – это пляж Ант-Жоржет. Как раз вы можете его увидеть на слайде. В отеле различные категории номеров. Это начиная с Junior Suite и заканчивая виллами. Вилл у нас небольшое количество. Это 8 вилл со своим частным бассейном. И также есть одна прекрасная президентская вилла, которую вы как раз можете увидеть на слайде. Вилла состоит из нескольких таких небольших домиков бунгарного типа. И прямой доступ к прекрасному участку пляжа, где полностью сохраняется уединенная атмосфера. Также гости, которые приезжают в отель Концесс Климурия, они могут бесплатно воспользоваться велосипедами. Это такая прекрасная возможность еще больше познакомиться с территорией отеля. Потому что она действительно большая, поездить по всем уголкам и насладиться прекрасной природой Сейшел. Вот так еще раз хочу вам показать ту красоту пляжа Ант-Жоржет. И по питанию в отеле 4 ресторана, 5 баров, конечно же, прекрасный винный погреб. Базовое питание это завтраки и также можно забронировать полупансион. Рестораны действительно предлагают блюда различных стран мира. Очень популярен ресторан НЕС. Это ресторан, который предлагает блюда местной кухни, блюда на гриле. И в этом ресторане у нас есть пару столиков, которые находятся буквально среди скал. Их любят бронировать гости, которые хотят провести свой ужин в такой романтической обстановке. Также хочу увидеть ресторан Дива. Это ресторан европейской кухни. К нему примыкает наш прекрасный винный погреб. Весь интерьер ресторана выполнен известным французским дизайнером. И с такой, можно сказать, в морской тематике. Поэтому тоже очень интересное место. Рекомендую посетить, если будете в нашем отеле. Как я уже сказала, в отеле есть прекрасный спа-центр. Мы работаем на собственной косметике Вейконстанс и на косметике премиального уровня Вэлмонт. По таким новостям с марта 2021 года мы перейдем на косметику другую. Это будет косметика Сислей, но также премиального уровня. И еще пару фотографий, которые помогут вам окунуться в эту прекрасную атмосферу отеля Констислимуря. Здесь действительно большое количество мест, где можно сделать потрясающие фотографии с видом на океан, на закат и так далее. Сейчас мы предлагаем скидки порядка 40-30% до 3 января. И буквально пару дней назад у нас вышло новое спецпредложение скидки 50% для заездов в течение января. Данное предложение действует до 30 ноября. И буквально пару слов про отель Констислимфелия. Он занимает территорию порядка 120 гектар. Территория действительно огромная. Расположена между двумя прекрасными пляжами. Здесь большой выбор номеров, начиная с категории Junior Suite и заканчивая Hillside-виллами с одной или двумя спальнями. Вот так виллы эти выглядят. То есть отсюда открывается поистине потрясающий вид. Данные виллы, на мой взгляд, лучше подходят для такого романтического отдыха. Мы здесь не размещаем с детьми в целях безопасности. Поэтому данный вариант размещения можно рекомендовать для гостей, которые, например, хотят провести медовый месяц в отеле Констислимфелия. Опять же, большое количество мест, где получаются потрясающие снимки. Есть несколько даже уединенных пляжей, которым дорога достаточно тяжелая. Но это стоит того, чтобы сделать прекрасные фотографии и покупаться, либо позагорать на таком прекрасном пляже. Здесь 5 ресторанов, 5 баров. Конечно же, есть винный погреб. Рестораны расположены на разных пляжах, но никаких трудностей с доступом в эти рестораны не возникает. У нас по отелю курсирует шаттл. Также из номера его можно заказать, поэтому всегда можно доехать от одного ресторана в другой. И также отель Констислимфелия славится тем, что здесь есть возможность для занятий активными спортивными видами спорта. У нас в отеле единственная трасса ZipLine. Ее протяженность порядка 8 километров. То есть можно себя попробовать в таком виде спорта. Также есть, собственно, скалолазание. И мы предлагаем большой выбор занятий водными видами спорта. И в отеле Констислимфелия находится самый большой спа-центр в Индийском океане. Его площадь порядка 5000 квадратных метров. То есть это такая своеобразная спа-деревня. Вот вы ее можете увидеть на слайде. Большое количество спа-процедурных кабинетов. Сейчас, как я уже сказала, к сожалению, аква и термальные зоны закрыты. Но, надеюсь, в ближайшее время все это изменится в лучшую сторону. И гости Констислимфелия смогут насладиться в полном объеме всеми прелестями спа-центра. И по скидкам. Также действуют скидки порядка 30% до 26 декабря. Эта скидка распространяется на все категории номеров. Скидка 40% на номера Junior и Senior Suite. В период до конца декабря и также после новогодних заездов на январь. И буквально пару дней назад, как я уже сказала, вышло новое спецпредложение на январь. При бронировании до 30 ноября мы предлагаем скидки до 50%. И данное спецпредложение распространяется на все категории номеров. На этом у меня все. Постаралась максимально и кратко рассказать про наши отели. Я думаю, сейчас, Елена, тогда посмотрим, какие вопросы были. А, вопросов не было. Ну, я думаю, в любом случае, если какие-то вопросы будут возникать, всегда можно ответить ко мне, либо к мнениям. Мы с радостью вам поможем. Вас не слышно. Елена. Я не слышно. Елена, вы без звука. Так, коллеги, тогда, если у вас вопросов нет, сейчас подождем Елену и... Анечка, большое вам спасибо. Действительно, очень сложно за такой короткий промежуток рассказать о всех отелях. Но самое важное, что я хотела как бы заметить, что отели работают, они функционируют. Это говорит о том, что есть окружающий персонал, он не потерял своего навыка, он в действии и ждет наших туристов. Да, 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 мы будем рады. Да, спасибо вам. Хорошо, спасибо, коллеги. Тогда желаю вам продуктивного завершения вебинаров и прекрасного дня. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Это такое, да, когда в конце лета мы узнали о том, что хорошо, на самом деле, всем известный отель Maya Luxury Resort стал теперь частью группы отелей Анантара. Вика, сейчас мы посмотрим, удастся ли Вике выйти на связь, получится ли у нас. Добрый день, Вика. Елена, меня слышно? Мне слышно и видно. Я надеюсь, что другим участникам тоже. Связь, по-моему, хорошая, да, вот уже как бы нам сигналит, что все хорошо. Да, отлично, спасибо. Спасибо. Я рада как бы вас приветствовать и передаю аудиторию в ваши руки. Спасибо большое. Дорогие коллеги, огромное спасибо, что нашли время для нашей сегодняшней презентации. Я вижу, что мы немного вышли из тайминга. Пожалуй, сокращу тогда максимально свою презентацию, потому что я уверена, что вы все знаете Maya Luxury Seychelles. Я надеюсь, что вы рады такому объединению бренда Анантара, который наверняка знаком вам по другим направлениям, и великолепного отеля Maya. И теперь мы продолжим также сотрудничество с новым именем Анантара Maya Seychelles Villas. Буквально коротко скажу о том, что отель сохранил полностью свою концепцию. То, за что гости любили Maya, всегда останется неизменным. Maya – один из таких отелей, в которые гости возвращаются уже каждый год и не по одному разу в год уже в качестве традиции, семейной традиции, традиции для пары. И это один из таких отелей, который пополнил нашу коллекцию. Именно мы их называем такие репитерские отели. Это вот, которые действительно становятся буквально частью жизни туристов. И они там во время пандемии говорят не просто о том, что им нельзя поехать куда-то, а говорят о том, что ну как, мы в это время вот в мае были, у нас уже традиция в мае, в маю, например. Такие слышала фразы. И действительно, мы постарались максимально сохранить концепцию этого отеля. Для тех, кто с ним не знаком, напомню, что он находится на великолепном побережье Анс-Луи. Это такая небольшая бухта, поэтому мы достаточно уединенно расположены, несмотря на то, что, конечно же, все пляжи Сейшел являются собственностью государства, поэтому запретить выйти на наш пляж мы никому не можем. Но все-таки такое уединенное местоположение нас как-то вот обосабливает так. Очень комфортно предлагает разместиться нашим гостям в этом райском уголке. Виллы ранее разделялись на две категории. Они были панорамик и сигнатур виллы. Все виллы имеют бассейн, и все абсолютно виллы имеют, на самом деле, одинаковую конфигурацию, но отличие здесь состоит в расположении виллы. Таким образом, но чтобы уточнить все-таки, и у нас есть три варианта расположения виллы, мы сделали три категории виллы уже в отеле с новым именем Анантара Майя Сейшелс. Так вот, вместо панорамик и сигнатур, тогда как отели виллы, категории сигнатур могли располагаться как на горе, так и на пляже, здесь мы уже сделали уточнение. Теперь панорамик, так же, как и раньше, они находятся, виллы находятся на возвышенности, на вершине горы. И две другие категории, которые раньше были сигнатур, и они вот здесь одним цветом у нас отмечены, они теперь разделились на две категории. Соответственно, премьер Ocean View и премьер Beach у вилла. То есть, то, что раньше мы называли панорамик, стало просто оушен, а сигнатур разделились на два типа премьер. Это связано с тем, что гости, которые выбирают то или иное расположение виллы, для них, как правило, это принципиально важно. И они всегда делали заметки, что мы хотим именно на пляже или именно на горе хотим находиться. И надо отдать должное, Майя всегда удавалась сделать то, что просят гости, и как-то максимально обеспечить идеальное расположение виллы, какое они хотели, какое просили. Но, тем не менее, когда расположение прямо прописано в категории виллы, оушен или бич, так как-то всегда спокойнее гостям. Больше изменений какого-то глобального такого заметного характера ни в концепции курорта, ни в размещении, ни в чем, в общем-то, не будет. Поэтому можно сказать, что здесь объединились традиции и высочайшее качество и роскошь отдыха Майя, Seychelles, с традициями и стандартами качества и услуг Анантара. Отель работает по-прежнему по системе Beyond All-Inclusive, то есть это не просто All-Inclusive, где вы можете в ресторане отеля, у нас один ресторан всего, да, и вот надо обязательно в него ходить, есть в определенные часы. Нет, это All-Inclusive, который предполагает, что вы хотите кушать, питаться на вилле, вам принесут на виллу, хотите спуститься в ресторан, пожалуйста. В любое время дня, в любом месте вы можете получить свое питание, а также напитки. Напитки у нас, естественно, высочайшего качества и высоких брендов и так далее. Майя за годы своего существования стала синонимом роскоши на Seychelles, поэтому я так уверенно сказала, что наверняка вы знаете отель, потому что это действительно тоже символ роскошного отдыха на острове Майя. Мы находимся буквально в 20-25 минутах езды от аэропорта, мы на вот таком невероятно живописном побережье с возвышенностью, с прямым выходом к пляжу находимся. Все виллы имеют два бассейна, один на первом уровне, второй, ну такой, он небольшой, больше декоративного формата, второй на основном уровне, так сказать. Ну здесь вот видно на фотографиях, я вернусь. И каждая вилла размещает прекрасно гостей, либо с видами на побережье, либо с прямым выходом к пляжу. Я покажу короткий видеоролик и на этом завершу свою презентацию. Я вот пребываю в такой полной уверенности, что все хорошо знают Майю, теперь просто будут знать, что это Анантара Майя, и мы чуть-чуть уточнили категории вилл. Все остальное останется прежним, так же, как вы всегда могли полагаться на качество и роскошь Майя, Лакшери Seychelles или на Анантара в других направлениях. Теперь все это вместе, вы можете выбирать этот отель. Мы очень ждем полного открытия Маврики, доступа туда, и, конечно же, Майя очень ждет российских гостей, и вообще из России и СНГ. Короткий видеоролик, чтобы как раз завершить это наше виртуальное путешествие в Майю, и в это время как раз можем поменять спикера, чтобы был такой плавный переход. Спасибо большое, Елена, я отключаюсь и сейчас включу короткий видеоролик для пересменки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все служится, и Настя сможет выйти к нам в эфир, потому что отель Raffles заслуживает того, чтобы о нем вспомнили, напомнить. Это очень хороший продукт, качественный, который хорошо комбинируется и, в принципе, имеет очень разумную стоимость. Если есть какие-то вопросы, возникают по ходу нашего эфира, пожалуйста. Добрый день. Ура! Слышно? Отлично. Да. Добрый день, Настя. Да, простите за технические пробелы какие-то. Добрый день, коллеги. Елена, простите, я вас перебила, поэтому... Нет, ничего страшного. Настя, добрый день. Рады. Рада, что все получилось. Да, добрый день. Я тоже очень рада. Спасибо огромное за такую потрясающую возможность обновить какие-то воспоминания, знания о Сейшелах. У меня громаднейшая презентация, как вы видели, но я, конечно, буду суперкоротка. И, если вы позволите, я немножечко все-таки дополню вас на тему того, что наши клиенты могут прилететь на Сейшелы, если они провели две недели в безопасных странах. То есть, да, из-за Green List Countries. И, например, если есть клиенты, которые находятся две недели в Дубае, то они могут прилететь на Сейшелы. Единственное, что в этом случае... У меня как-то презентация почему-то каким-то образом листается сама. Да, вот, супер, первая страница. И в этом случае есть определенный протокол. Клиенты, которые прилетают вот из таких как бы среднего риска стран, они обязаны находиться в отеле пять дней. Соответственно, они могут пользоваться всеми сервисами отеля абсолютно, ходить в рестораны, ходить в бары, на пляж. Они не могут выходить из отеля. И по истечении пяти дней на шестые сутки берется тест ПЦР. Соответственно, делается. Если он негативный, то тогда как раз они могут уже ездить на соседние острова полностью, делать свои экскурсионные программы, переезжать в другие сертифицированные отели. То есть, ну, вести нормальный образ, отпускной образ жизни. Но вот, в принципе, лазейка есть. То есть, если кто-то очень замотивирован и хочет все-таки на Сейшелы, то вот двухнедельный карантин. Поэтому мне кажется, это уже добро. В Дубае это будет красиво. Да, да. Знаете, я в мире с таким ездить. Поэтому не забываем. Ну и добро пожаловать на Рафл Сейшел. Мои коллеги замечательно рассказали, как добраться до Праслина. Праслина действительно идеальная отправная точка для того, чтобы совершать экскурсии по Сейшелам, потому что все острова, в общем-то, находятся довольно близко. И всего 20 минут от Лайдига, третьего острова по величине на Сейшелах. Что касается Рафлс, мы не закрывались. У нас были счастливые люди, которые застряли на карантине у нас в отеле. Представляете, посидели у нас почти три месяца. Но мы, конечно, да, это, мне кажется, мечта любого. Но мы, конечно, пользовались этим моментом, и мы завершили полностью обновление всех вилл. Поэтому к 1 августа мы подошли с новым абсолютно качественным продуктом. И официально, как все отели на Сейшелах, мы открылись с 1 августа. То есть отель в операционной деятельности, отель функционирует, у нас абсолютно все открыто. Но так как мы получили все необходимые сертификаты от Министерства здравоохранения, соответственно, мы соблюдаем, естественно, все протоколы. Но в то же время у нас открыто, я буду пока рассказывать, буду листать свою презентацию, у нас открыты детские клубы с определенными также протоколами. То есть там 4 ребенка может находиться, сменная обувь, все санитайзеры, использование масок. У нас открыты все рестораны, у нас открытый спа-центр. Естественно, все массажисты, все терапевты у нас носят маски, перчатки. Но, тем не менее, все открыто, но по предварительной записи, мне кажется, так же, как вот у Анны. То есть мы должны доносить до клиентов, что нужно заранее связаться с консьержем и попросить забронировать определенное время, определенную дату. То есть раньше, как раньше мы могли прийти, например, пользоваться просто общей зоной в спа, такого вот на данном этапе нет. Фитнес-центр открыт также 24 часа в сутки. То есть полностью отель функционирует. У меня было большое количество запросов по поводу того, именно как клиенты чувствуют себя в отеле. То есть где что нужно носить. Маски необходимо надевать только в зонах общего пользования, в ресторанах, в барах, если это закрытый бар. А в спа при входе, естественно, никто не будет вас просить носить маски, когда вы обедаете или ужинаете. То есть во время того, как вы пришли в маски, все остальное время без. В принципе, никакого неудобства для клиентов это совершенно не доставляет. Все, естественно, понимают протоколы безопасности, гигиены, поэтому, в общем, все очень так хорошо и симпатично. Что, наверное, самое главное, нужно вспомнить о Рафос, что у нас вилы. У нас исключительно вил, у нас нет номеров, у нас все вилы с частными бассейнами, вот как раз увидена фотография, со сказочными панорамными видами. И в данном случае, мне кажется, в нашем таком еще слегка не пост-ковидном, а все еще в ковидном мире, это действительно невозможно важно, потому что люди ищут уединение, люди ищут действительно какой-то прайваси. Вот в этом случае Рафос – это идеальный вариант, потому что все вилы удалены друг от друга, все вилы огорожены такой зеленой изгородью, вы не слышите, не видите, и действительно ощущение, что вы одни. И это, мне кажется, очень важно вот сейчас. Что касается общих зон, у нас есть два бассейна, они, естественно, также все функционируют. Два бассейна по 45 метров. Мы сейчас, что касается питания, мы, конечно, даем предпочтение in-room dining, то есть заказы на вилы, и вот такие какие-то private dining, private location. Мы с удовольствием все это организовываем. Если даже как бы мотивируем наших гостей, что лучше вот как раз не ходить в рестораны, но что-то такое вот уединенное сделать. Но при всем при этом, естественно, все рестораны функционируют, столы разместены, весь персонал в масках, то есть это тоже возможно. Мы предлагаем проживание на полупансионе, полном пансионе и завтраках. То есть любой момент, любой тип питания можно выбрать. Немножко нашего спа. Такая вот красота. И, наверное, еще несколько слов про наш пляж. Тоже напомню, что у нас действительно очень хороший и спокойный пляж. У нас нет волн, у нас нет течения, и у нас нет приливов-отливов. Они, если бывают в какую-то неплохую погоду, то это очень невыражено. Потому что на фотографии видно, у нас есть замечательный остров Кюрьос, который нас защищает от всех невзгод Индийского океана. И поэтому купание у вас будет действительно идеально. У вас никогда не будет такого, что вдруг появились какие-то волны, и бедные, например, дети, невозможно зайти. Нет, такого нет. Действительно, все очень здорово. Ну вот детский клуб замечательный. Все активности у нас продолжаются. Тоже, опять же, все по расписанию, но, тем не менее, все существует. И, наверное, я, правда, не буду тоже задерживать внимание на гостей, потому что уже тоже все очень долго. Немножко про наши скидки. У нас также сейчас минус 30, минус 40 процентов. В общем, все вопросы к Елене, она с удовольствием все посчитает. И сейчас, наверное, что очень важно, у нас за один день мы позволяем сделать отмену без всяческих штрафов. Исключение является с 26 декабря по 6 января, то есть New Year period, когда мы, конечно, делаем 14 дней cancellation policy. Все остальное время за один день. И мне кажется, это действительно очень важно, потому что вот сейчас в такой времени определенности мы все-таки стараемся, чтобы все было здорово и всем комфортно. Я думаю, что тоже я закончу на фильме. У нас такой двухминутный небольшой фильм, но я думаю, что он вас тотально погрузит в красоту Сейшел. Поэтому, пожалуйста, потратите две минуты, чтобы вспомнить, как это здорово, как красиво, и почему мы туда, собственно, всегда хотели и всегда будем хотеть. И я не отключаюсь, я с радостью потом отвечу на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо большое за внимание, за возможность напомнить про наш великолепный отель. И сейчас мы, наверное, проверим, есть у нас вопросы. Вопросов пока нет. Настя, спасибо большое. Я думаю, что вы ответите лучше, чем мы на все вопросы. Удивительно красиво, да, я просто хочу напомнить всем, что несмотря на то, что происходит в целом, что мы продолжаем все равно обновлять постоянно всю информацию на сайте по спецпредложениям отелей. Поэтому то, что Настя озвучила, это уже все в рабочей форме, это все заведено, мы уже все это пересчитали. Да, очень надеемся, что наши туристы будут немножко активнее, будут уверены, вот учитывая, что еще такой как бы гибкий подход, да, к неожиданным там аннуляциям, если вдруг. Поэтому остается за малым решение наших туристов и открытие границ. Очень надеемся. Спасибо огромное еще раз. Всем прекрасного дня. И, мне кажется, сила общего разума все-таки откроет Сейшелы нам какое-то ближайшее время. Очень надеемся. Спасибо. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. До свидания. Коллеги, ну что ж, мы завершаем. Отличный день. Я надеюсь, что, может быть, вы немножко устали, но все же я надеюсь, что информация для вас была полезной, интересной. И напоминаю, что завтра у нас последний день нашего обучающего вебинара, где мы с вами очень подробно проговорим все нюансы нахождения, пребывания в Танзании. Всего доброго, всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...